Прошлое всегда обрастает легендами. Легенды советского карате. Почему нет? Это было интересное время, и люди были интересные. Интересные и сильные. Живая легенда, штурмин Алексей Борисович, один из пионеров знаменитой японской системы самозащиты и нападения в нашей стране. Флёр загадочности и сейчас окружает этот вид единоборства. А в советское время феномен карате порождал немыслимое количество слухов и городских легенд. В судьбах советских энтузиастов искусства пустой руки мы уже не узнаем, как точно все было в действительности, но так ли это важно на самом деле? История – это драма. Она складывается из больших и малых драм простых людей. У штурмина тоже была своя, отнявшая у него 7 лет его жизни. Яркий человек, всегда на виду, и не все взгляды, обращенные к нему, благожелательны. А Алексей Борисович, безусловно, яркий человек. С ним был хорошо знаком Высоцкий, знаменитый генерал ВДВ Маргелов. Его учителем был основатель самбо Харлампиев, его соратником был Тадеуш Касьянов. Большинству именно он известен как лидер школы Сэнь-Э. Так много легендарных людей, но один из них останется безымянным. Учитель из Северной Кореи, у которого студент Штурмин, начал занятия каратэ в 1964 году в МАДИ, Московском автодорожном институте, где он учился в то время. Очевидно, это был иностранный студент, и преподавал он корейский вариант единоборства. В закрытом СССР часто именно иностранные студенты восполняли нехватку информации о таинственном тогда еще каратэ. Жажда познания и энтузиазм, столь свойственны советским студентам и творческим людям, в общем-то и породил уникальный феномен советского каратэ. Наставник Штурмина через несколько лет повязывает ему черный пояс. Возможно, спорный ход с точки зрения Международных Федераций и признанных японских школ. Мы не знаем, кем был этот человек. Но как бы то ни было, Алексей Борисович первопроходит с пустой руки в СССР. Основание Центральной Школы Каратэ, первый всесоюзный чемпионат – это в первую очередь его труд. Рост популярности каратэ в стране во многом его заслуга. А к началу 1980-х годов тренировалось уже около 6 миллионов человек. В 1979 году появляется Федерация Каратэ СССР. Казалось бы, все идет прекрасно, но история делает резкий поворот. Причина проста и сложна одновременно. Идеологический конфликт. Духовность, гармоническое развитие человека – все, о чем писалось на советских плакатах, сенсеи пытались развивать в учениках. Демократизм, дух искренности в секциях пустой руки – особые приметы той эпохи. И в КПСС этого испугались. Миллионы людей, исповедовавших нечто отличное от официальной идеологии, порождали страх, что ситуация может выйти из-под контроля. С ноября 1981 года Каратэ в СССР попадает под запрет. Секции распадаются или уходят в подпольный режим существования. Многие энтузиасты попадают под уголовное преследование. Гусев, Лорионов, Касьянов столкнулись со следственными органами. Кто-то получил срок, кто-то отделался сравнительно легко. Штурмина обвиняли во многих вещах от незаконного хранения оружия до чуть ли не организации антисоветской группы. Но приговор вынесли за якобы осуществление операций с валютой. Срок 7 лет. После выхода на свободу Алексей Борисович уехал из страны, но ненадолго. Время изменилось, стало возможным многое, что было ранее запрещено. Звание заслуженного тренера, членство в президиуме Российского союза боевых искусств, девятый дан карате – это официальные регалии штурмина. Но главное, наверное, все же не это – сохранить себя, не дать испытаниям сломать свой дух и остаться прежним, достойным человеком. Это самая главная награда в жизни штурмина. Награда, которую невозможно подделать. Люди, которые тебя знают, их не обманешь.